Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну и потом ты знаешь, цифры ведь меняются И ситуация меняется С разных сторон хотелось рассмотреть этот вопрос Мы сегодня будем говорить О том, что делать с мусором Кирову нужна новая площадка под мусор Это нам всем известно Что делать с отходами Но, к сожалению, было решено Не посылать сюда к нам специалистов От Министерства экологии Знаете, под каким предлогом? А вы у нас агент Сергей Павлович Мамаева И провокатор Это кто сказал? Это такая вот версия до нас донеслась Вы провокатор, Владимир Вениаминович? Послушайте, я хочу сказать Только не углубляйтесь в эту тему Я уж тогда агент Сураева Василия Купряныча Потому что я представляю Сейчас на выборах Справедливую Россию А к Сергею Павловичу Мамаеву отношусь к большому жению Я вообще поддерживаю всех людей, патриотов А кто на нашу землю приезжает Ничего не делает Еще начинает воровать У меня однозначное отношение к этому Ну хорошо, хоть не назвали Мало того Кем не назвали? Это же моя работа Не агентом ГАЗД Хочу сказать, что кто меня так называет Они тогда агенты либеральные И все остальное Можно давать какие-то прозвища Можно пытаться конструктивно работать И если сегодня руководитель министерства Не приходит к средствам массовой информации И не пытается коммуникацию выстраивать Да не только руководитель министерства В 21 век Извините меня Надо таких работников гнать Или сидите там у себя в других регионах И тогда не лезьте в Кировскую область Нам нужен открытый диалог Мы депутаты Это общественная работа для нас Я не специалист в экологии Вы сразу всех выгоняете Вы успели люди приехать Вы всех сразу гоните Погодите Я ведь не гоню тех, кто начинает работать А зачем нам чужаки? Нам хватает своих, условно говоря, ахламонов Которые обездельничают Поэтому я за то, чтобы приходили профессионалы У вас сегодня повышенная ответственность Возложена, Владимир Вениаминович Показать, что вы не провокатор и не агент А честно работающий депутат Я хочу сказать, что я всегда буду обострять ситуацию Это прямая обязанность депутатов Скрывать болезненные В общественности или в городском хозяйстве Или в региональном Это наша задача Обострять А задача как раз специалистов Эти вопросы решать Конструктивно Но мы готовы к диалогу между населением Они нас выбрали И тот, кто не уважает нас, депутатов И если там министры так высказываются В мою сторону Они просто не уважают жителей города Кирова Я не сказала, что министры так высказываются Но я так образно говорю Я сказал из министерства На самом деле там ситуация немножко другая Но вообще она меня очень огорчает Потому что Мне казалось Имея в обойме специалистов Готовых говорить Разбирающихся в своей теме Этим надо пользоваться Этих специалистов надо максимально командировать В СМИ Давать им возможность комментировать какие-то вещи Объяснять Потому что, извините Это показатель того, что вы работаете Вы работаете и вы работаете хорошо Если такое у нас происходит за месяц до выборов То что будет после? Если останется эта команда Что будет после? То есть получается, что люди Получающие зарплату из налогов кировчан Не считают нужным общаться с кировчанами И объяснять им Ни свою позицию Ни подробности своей работы Опять же говорю Имея специалистов Которые могут тебя подменить Если у тебя нет времени Если у тебя нет возможности Если ты по каким-то причинам боишься Микрофона такой Тоже бывает Есть проверенные эфиром люди Отправь их Конечно Хотя бы начально Можно пресс-службу Отправьте Я не знаю, как бороться с этой ситуацией Пресс-службу не надо отправлять Надо отправлять специалистов профильных У нас сегодня профильная тема Конкретно есть Есть прекрасные специалисты Министерства экологии Которые замечательно могут комментировать Любой совершенно вопрос Учитывая, какая сейчас острая ситуация По этой теме Потому что вы же знаете Что противники строительства полигона В Осенцах Пикетировали всю неделю И вот сейчас Завтра буквально должна состояться Встреча Максима Кочеткова Аллы Викторовны Албеговой С пикетирующими С местными жителями Кстати, туда тоже прессу не приглашают Закрытыми дверями Все это дело будет Ну я понимаю, что жители что-то там видимо вынесут И может быть что-то там скажут Но то, что это опять закрытая встреча Ну не знаю Может тоже бояться провокации Ну вот смотрите какая Ну может быть из-за остроты этой Они испугались сегодня Из-за остроты этой темы Как раз в данный момент И возможно губернатор дал задачу Не обострять перед выборами Я с этим согласен Это не первый случай Вот я, Света, еще как бы парирую Тот вашу фразу Что вы всех собираетесь уволить Вот смотрите В чем задача депутата Мало кто знает Да-да-да В чем задача депутата городской думы Или ОЗС Мы в принципе можем Вот например главу администрации Назначаем, выбираем мы Мы подписываем Мы работодатели от имени народа Это общественная работа для нас Но мы работодатели Поэтому формально мы можем требовать Увольнения Любого не справляющегося Со своей работой По нашему мнению Или по мнению избирателей Чиновника Если они этого не понимают К большому сожалению Члены новой команды Это их проблема Не считают Что общение со СМИ И общение с кировчанами Это их обязанность Они так не считают Они считают Что достаточно публикации В газете Кировская правда Через две недели После события Все Вот послушай Я не сторонник Например Я всегда критиковал Прительства Никиты Ильича Белых За некомпетентность Но Но В отличии От этой администрации Которая снова приезжая Они всегда Они по крайней мере Всегда общались И министры многие приходили И министры приходили И замы министров приходили И зампреды приходили Совершенно верно В нашей студии Вот здесь Были такие схватки Горячие Но вообще Средства массовой информации Это четвертая власть Это весь такая же Как Да Бог с ними даже Со средствами массовой информации Мне-то кажется Что это неуважение к кировчанам Это к кировчанам неуважение То есть приходили зампреды Садились в прямой эфир В прямой эфир Звонили люди Жители Кирова И они без подготовки Отвечали на их вопросы Они считали это своей обязанностью В общем товарищи Прошел год Это я сейчас обращаюсь К новому правительству Прошел год Вы уже в теме Вы уже все знаете И нас должны знать Всех абсолютно И должны понимать Что если вам звонят Из СМИ То не надо требовать От них Официальных запросов Потом через неделю На них отвечать А потом еще сказать Мы подумаем А потом еще некоторые говорят Что-то вы нам не очень нравитесь Вы наверное провокаторы Там все до единого А надо просто приходить И разговаривать Потому что здесь В этой студии Сидят профессионалы По ту сторону эфира Сидят ваши избиратели Сидят жители этого города Народ сидит И он хочет вас услышать А не нашу интерпретацию Событий Каких-то там фактов И мы вам предоставляем площадку Пожалуйста придите Пожалуйста расскажите Вот спустя год Мы наверное первый раз С тобой поднимаем Первый раз Нет Мы поднимали конечно В особом мнении Эту тему Наши эксперты Высказывались На этот счет Уже как-то решайтесь Уже собирайтесь С мыслями Уже приходите Девочки у меня вот вопрос А кто является ответственным За экологию В департаменте Какое министерство Кто из министров отвечает Алла Викторовна Замечательный специалист Согласен Алла Викторовна Я к вам обращаюсь Как депутат Городской думы Алла Викторовна Готова прийти Ну а какие проблемы Тогда Придите Проблема не Вали Викторовне А в ком Давайте мы эту тему Мы хотели не углубляться Мы сейчас Свою позицию обозначили Надеюсь она будет услышана И переходим К нашей теме Ну я тебе говорю Владимиру Васильеву Обращаюсь Как депутат Городской думы Ну пошлите вы Этого специалиста Который бы поговорил Открыто Если вы хотите На этой земле Трудиться И приехали С чистым Как бы сердцем С открытым сердцем Так приходите И общайтесь Если боятся провокации Погодите Какой провокатор Депутат может Обострять ситуацию Я не собираюсь Там никого вбить Оскорблять Владимир Венеев Я хочу задавать Острые вопросы Кирову нужна площадка Под мусор Это наша тема 211-101 Номер телефона Прямого эфира 211-101 Если вы готовы Конструктивно Участвовать в разговоре Не разжигать Что называется И не провоцировать В рамках закона 211-101 Что делать с отходами Почему мы Эту тему берем Потому что При первой же встрече Она обозначена была Александром Викторовичем Семакиным Поскольку Александр Викторович Напрямую Собственно В этой теме В этой отрасли Работал много лет Работал много лет Директором Куприта Директором Куприта И конечно В этой теме Специалист Есть на сайте Hacker.ru В нашей группе Вконтакте Опрос Если в Кировской области Решат построить мусоросжигательный завод Вы поддержите это решение или нет На сайте Hacker.ru Сейчас 75% Говорят Поддержу это решение Вот ты знаешь Для меня эти результаты Были удивительными Когда я выкладывала опрос Я была уверена Что жители Кировской области Будут говорить Категорическое нет Мусоросжигательным заводом Я помню эту историю В Москве Через какие тернии Это все проходило Да сейчас Александр Викторович Я удивлена Потому что Вконтакте Я сейчас К сожалению Цифры не назову Компьютер перезагружается Точно такой же результат Более популярный ответ Я поддержу это решение Да Александр Семакин Да Я бы хотел Как бы свою Тоже точку зрения Сказать в этом вопросе Действительно Я готовясь И сюда К вам Идя на передачу Я немножко Ну так как я уже Несколько лет Не занимался Этой тематикой И немножко Как бы сказать Подновил И действительно Во всех развитых странах Никуда не ушли Далеко Мусор Весь сжигается Да Начиная от Японии Ну и те Продвинутые Самые практики Это Швеция Германия То есть Ничего нового там нет Единственное И самое главное Это то что Максимально Те отходы Которые У населения Производятся Они максимально Обратно В оборот Входят То есть уменьшается Да Та составляющая Которая идет На мусоросжигающий завод Вот смотрите Отправные данные Мы сейчас Они всем известны Хорошо озвучены Костинская Свалка переполнена Да Она должна быть Уже закрыта Куприд Закрывает Срок действия Полигона До 20-го года До 31-го декабря 20-го года Безусловно Кировской области Городу Кирову Нужен новый полигон Мы помним с вами Что эта площадка Была найдена Она как раз Находится в Осенцах Разработан проект По этому проекту Есть экологическая Экспертиза Есть строительная Экспертиза И сейчас Насколько я понимаю Последний этап Там культурологическая Экспертиза Уже завершается Уже завершается Было очень много Горячих споров В текущий год Весь прошедший На площадке Общественной палаты Там кстати говоря Представители Министерства И в этой студии тоже И высокие чины Из правительства Были И представители Жителей Осенцов И прилегающих Территорий Они все Начиналось Очень горячо С претензий Естественно С угроз Даже каких-то Но вот Последнее заседание Которое было По этой теме Оно прошло Очень конструктивно И спокойно В общественной палате Все абсолютно Сошлись во мнении Кто присутствовал На этом заседании Комитета экологии Сказали Что все Ребята Надо строить Некуда тянуть Уже Совершенно Некуда тянуть Но посмотрите Опять вот пикеты И я хочу обратиться Как раз К Александру Викторовичу Вот эта история Которая затягивается Так Которая В результате Только нагнетает Вот эту ситуацию Ухудшает Как должна быть Разрешена С вашей точки зрения Я бы Хотел Обратиться Вот есть То предприятие Которое я возглавлял Куприт Да есть Полигон твердых Бытовых отходов Лубягина Вот Он буквально Находится В 16 километрах От города Кирова По советскому тракту Да по советскому тракту Там находится Садоводческое товарищество Вот В том числе Я так думаю Что Где-то в районе 500 метров Я как знаю В Осенцах Там Расстояние Вот Где-то 2 или 3 километра То есть Вот За то время Вы хоть Один раз Слышали Какие-то жалобы От этих Садоводческого Общества Хоть От одного Тем более Там В то время Был Ну как бы Родители Одного из Садоводческих Участков Да Занимали Родители Того человека У которых Сын Как раз Был прокурором Именно природоохраны На тот момент Ну вы знаете Ну если бы Там что-то было Это родители Всех подговорили Выступки Высоседей Выступления Не было Недовольства Я вам еще раз Подчеркиваю Что был Там родители Прокурора Именно природоохраны На тот момент Ну никаких Нет Не было Ну значит Все зависит От того Кто И как Будет Эксплуатировать Этот обед Это хороший вопрос Я еще раз говорю Здесь вот как Говорится Должна быть Вот я бы Прил эту максимум Толерана Да Где Ну может быть Она не совсем Как бы к этому моменту Ну для То что Да Для обогащения Не надо иметь Ума Да А для обогащения Не надо иметь Совести Да Поэтому Должен быть Совестливый человек Совестливый руководитель На сегодняшний день Который будет Эксплуатировать Этот объект Сейчас проживаемся На полминуты После этого Продолжим с Александром Семакином Владимиром Журавлевым Депутатами Кировской городской думы Мы говорим о том Что делать С мусором И что делать С вот этой ситуацией Которая зашла в тупик Санам По строительству Нового полигона Под твердые бытовые отходы Программа Дневной разворот Продолжается У нас бурные обсуждения В студии И во время перерыва Я напоминаю Что мы разговариваем С депутатами Кировской городской думы Александром Семакином И Владимиром Журавлевым На тему Кирову нужна Новая площадка Под мусор Что делать с отходами Ну полигон Восенцах Да Мы договорились До того Что нужно Каким-то образом Договариваться Раз И какие-то гарантии Должны быть местным жителям Два Вот Александр Викторович Перед уходом на перерыв Привел пример Эксплуатации полигона ТБО Куприд Где рядом находится Садоводческое хозяйство И за все время Эксплуатации полигона Никаких не было Конфликтов И выступлений И считает Александр Викторович Что это вопрос того Как ведется Собственное хозяйство Как эксплуатирует полигон И совестливый И грамотный руководитель Не допустит Никаких таких конфликтов У меня вопрос Владимир Вениаминович Который тоже очень много Работает с избирателями С людьми в полях Что делать сейчас В этой ситуации Завтра будет Очень ответственная встреча Двух ответственных чиновников Максима Кочеткова И Аллы Беговой С населением Это всегда Это всегда очень сложно Это всегда очень сложно И невозможно Никогда Каждому Угодить Вот как Как вести разговор С жителями Владимир Вениаминович И вообще Ваше отношение К этому Ну во-первых Мое отношение Вы знаете Я может быть Не стал бы циклиться На этом полигоне Осинцах И я в принципе Понимаю людей Когда за 3 километра Сады Ну 3 километра Для огромной свалки Знаете Костина На самом деле Это вопрос Такой Я их понимаю Это мы пришли Условно говоря На их территорию Вот вы сравниваете Сразу же Костина С осинцами Там совершенно другая Ведь должна быть По идее Технология Совсем другая Вы же знаете Как у нас в России Я на самом деле В этой теме Достаточно Как бы разбираюсь У нас есть Экспертная группа В Кировге Проземе Которая работает В том числе И с госпожей Албеговой Там группа Которая возглавляет В ходе Кировге Прозема Я в принципе В этой теме Разбираюсь Во-первых Считаю Что должна быть Не одна свалка В осинцах И должно быть И будет 5 проблемных точек Где будут жители И вот второй момент Очень важный Я на 100% уверен И это опыт Татарстана И Башкортостана Свалка должна быть Муниципальной Она почти не муниципальная А частные фирмы Должны Которые обслуживают Они должны арендовать это Зачем? Я не верю в частников То есть за бюджетные средства Нужно строить Погодите Она свалка Давайте уйдем От слова свалка Потому что Свалка это куча Полигон Это не санкционировано Должен Должен Принадлежать Муниципалитету Для того Чтобы он мог В случае недобросовестности Как Александр правильно сказал Бизнес Там и прибыль Прибыль Бессовести Да Вот какой-то Такой Обогречения Пока к сожалению Частный бизнес У него отсутствует Как бы совесть Сегодня У нас это Это эволюционные процессы Это слишком маленький период Я знаю Хорошо бизнес Начнут химичить Свалка Там можно похоронить Все что угодно Спрятать и так далее По крайней мере У муниципалитета Я не предлагаю муниципалитету Быть оператором Но я предлагаю Муниципалитет Должен Этой свалкой владеть И он должен Сдавать в аренду Или давать разрешение На операционную работу Вот на этом Частным фирмам Чтобы мы могли Варьировать Если есть какие-то Недостатки Нет подождите Вот это вот все Прожекты такие Прямо вот очень Долговременные Пять площадок Сбор значит Там с людей А у нас сейчас уже А ситуация-то острая Погодите Площадка выбрана одна Мы с Александром знаем Так-то этот вопрос Остро ставился Еще в 12-м году И где прошло 5 лет А вот с иными Опять вы начинаете Смотреть Что было 5-10 лет Что нам делать сейчас Во-первых Нужен план Если у госпожи Албеговой И там План Каким образом Должно это хозяйство Развиваться Нет сейчас представителя Министерства экологии Он не скажет Сегодня по федеральному закону Это их полномочия Если мы тушим Если мы тушим пожар В осенцах Я согласен Это решение Нужно обсуждать И работать На этим вопросом Если мы глобально Стратегически подходим То я уверен Что площадка должна быть Не одна Потому что город Слишком большой А у нас Ведь Поблизости Нет достойных площадок Закрытых Которые бы не так Влияли на экологию И вот тут я предлагаю Дать слово Александру Викторовичу Потому что я не так Просто выложила Опрос по поводу Строительства Мусоросжигательного завода Потому что мне кажется Просто складировать Это наверное И не самая хорошая история Да То есть Есть ведь опыт Да Правда же Ну да Надо конечно Максимально Возвращать В хозяйственный оборот Да Те отходы Которые можно То есть Для этого Нужна Первичная Сортировка Это мусор Население Но Население Будет только тогда Его сортировать Когда будет Какой-то экономический стимул Без экономического стимула Ну Ну мы Никто Не шведы У нас Столько В таком количестве Нет Ни финнов У нас Наш Русский народ Поэтому Только экономические Стимулы Могут здесь Работать Чтобы действительно Этот мусор Сортировался Простите А вот экономический стимул Может быть В чем То есть За вылаз мусора Меньше будут люди платить Мы берем Вот эти Такие Классические Три контейнера Немецких Где Первый Контейнер Это Биологические Отходы Во второй Все что можно Отсортировать Это бумага Картон Стекло И тот Третий Который Не сортированный Мусор Это который Четко идет На мусоросжигательный Завод То есть Сжигается Если мы берем Эту Классическую формулу Если Грубо говоря 500 рублей Ну или тысячу Какую-то Условно Я прошу прощения Не цепляться За цифры Если мы берем Тысячу рублей Тариф В месяц То если человек Отсортировал То он платит Только треть А как контролировать Как контролировать То есть На западе Все просто Там люди Друг друга знают Все в основном Если это маленькие комьюнити Если это большой дом Там тоже баки Они же принадлежат Баки да Либо в подвале Либо стоят А здесь ты у нас Как контролировать Ты тут вышел из машины Выбросил Не сортированный Есть председатель ТСЖ Есть Я так думаю Что должны быть Какие-то штрафные санкции Если не сортировал То да Это еще и баки Должны стоять Мне кажется На какой-то огороженной территории Чтобы не было Там посторонних Таких Кто внесет Ну мы какие-то уже Сейчас Нюансы Какие-то технические вещи Уже То есть Если в целом Я говорю На сегодняшний день Просто элементарно Не хватает Федерального закона В этой тематике Чтобы Была заинтересованность Именно И не только Население Мы говорим А предприниматели Заниматься Переработкой Этих отходов Потому что На сегодняшний день Нет этих стимулов Которые Например В той же Германии Действуют Вот неделю назад Вы мне рассказывали По поводу Крошки Переработанной Про покрышки Сегодня этим Никто не занимается Хотя я знаю Некоторые предприниматели Хотели бы Автомобильные покрышки Перерабатывать Но Куда их девать Их никто не покупает Если бы был закон Пусть даже Областной Который бы обязывал Лучше бы Федеральный Который бы обязывал Укладчиков асфальта Эту крошку Вкладывать Такое законодательство Существует В США Где 20% Обязательно Если ты Производишь Асфальтобетонную смесь То у тебя Обязательно Должно быть Присутствие 20% Этой резиновой крошки Которая Получилась В результате Переработки Использованных шин У нас есть Телефонный звонок Давайте его примем Добрый день Алло Добрый день Представьтесь пожалуйста Мила Я город Киров Отлично Я бы вот Хотела предложить На первом этапе Сделать Возвратную тару Как раньше было Сдавали бутылки За деньги И значит Все это Народ Он уже Принесет все чистое Отсортированное Начать хотя бы с того Что уже было знакомо И действовало И не надо Никаких вот этих Трех контейнеров Потому что Понимаете На первом этапе Этого не будет Никто не будет То есть начать С самого малого И понятного Да Возвратная тара Хотя бы вот Принимать обратно Стекло и пластик Правильно Людмила Спасибо Баночки можно Мы вообще говорим О таком явлении Как бытовая культура Нам нужно воспитывать Бытовую культуру Населения Я как раз Да Мы как раз неделю назад Об этом и говорили Это основное Да Это та советская практика Которая сейчас повсеместно В европейских странах Она работает То есть да И то что на сегодняшний день Да Вот та ситуация Которая сложилась Ртуть содержащими лампами Вот как раз таки Что вот нет Того федерального закона Где бы Была залоговая цена То есть мы бы У нас бы Ну просто этих проблем И не было Потому что То есть производители Ртуть содержащих ламп Когда мы покупаем лампу Да То есть там уже заложена цена На утилизацию То есть мы ее можем возврат Сделать да Население да И им компенсируют Вот магазин в принципе Приносит 10 лампочек Получает На сегодняшний день Когда Полтора-два рубля Обратно Нигде не заложено Но это не работает Да Это работает за счет там Ну Энтузиастов Нет Ну и того Предприятие Куприт Которое единственное Занимается переработкой Утилизацией Содержащих отходов Открыли же у нас Несколько пунктов приема Да Но это было такое Мощное усилие И со стороны Министерства экологии И городской администрации И Куприта И активистов Чтобы элементарные точки Открыть Но эти точки Они где-то Это не системная Абсолютная работа Вы правы История с тем Что ты приходишь С лампами в магазин Тут же Где ты можешь Приобрести новое И сдаешь История с тем же Что приходишь С бутылками пустыми В тот же магазин Где ты приобретаешь Снова продуктом В стекле Или с батарейками Светом Она должна быть Да Закреплена законодательно Да Действительно Да Если мы там Даже в той же Эстонии Стоят в магазинах Ну это автомат То есть ты сдаешь Пластиковую бутылку Рассианную банку Стеклянную бутылку И тебе выдает чек Ты идешь с этим чеком В магазин Ну и Покупаешь товары Со скидкой То есть Прервемся на две минуты У нас реклама 211-101 Номер телефона Прямого эфира Только вот то Что мы сейчас говорим Эти вот хорошие идеи О которых каждый говорит Не решают проблему С новым полигоном ТБО в Кировской области Не решают Продолжается программа Дневной разворот Кирову нужна площадка Под мусор Что делать с отходами Точка зрения депутатов Городской думы У нас в студии Александр Семакин И Владимир Журавлев Напоминаю Что на сайте Hackerava.ru В нашей группе Вконтакте Опрос Если в Кировской области Решат построить Мусоросжигательный завод Мы потихоньку К этой теме подбираемся Вы поддержите Или нет Это решение Или вам все равно На сайте Hackerava.ru Сейчас уже 50 на 50 В начале эфира Напоминаю 75 процентов Проголосовавших Сказали Что поддержу Это решение Сейчас 50 на 50 С ответом Буду категорически против Что у нас в ВКонтакте В ВКонтакте ситуация Не меняется Меняется только Немножечко процентное соотношение По-прежнему Самый популярный ответ Поддержу это решение Так отвечает 60 почти Почти 5 процентов Опрошенных Буду категорически против 23 процента Мне все равно 13 процентов У нас есть телефонный звонок Халло Добрый день Добрый день Представьтесь пожалуйста Надежда Надежда Здравствуйте Я считаю Что нужно сделать Чтобы предприниматели Которые собирают Стеклянную посуду Там картон Пластик Их освободить От налогов Ага Потому что они Будут защищать Экологию Вот То есть сделать Какие-то преференции Тем видам бизнеса Которые будут Участвовать В этом процессе Утилизация Второсырье Понятно Спасибо Людмила Надежда Надежда Тут отсутствие налогов Не спасет Вы знаете Нет экономической Целесообразности А то есть Просто заниматься Бизнесом Поэтому Не будет деятельности А смотрите Почему В приложении Надежды Есть рациональное Зерно Нет оно есть Тогда нужно Менять на федеральном Законодательстве Например четко Повышать цену Тары стеклянной Сегодня ситуация Такая Что проще Дешевле Купить готовую бутылку Чем ее принять Понимаете Есть вопрос в этом Согласна Нужно поменять На федеральном уровне Мы вот с вами Подбираемся К вопросу О строительстве Или не О строительстве Мусоросжигательных Заводов Даже полигон Который мы обсуждаем Полигон ТБО В Осенцах Это гигантские Инвестиции Огромные Вот вы говорили Владимир Что муниципалитет Должен строить Муниципалитет Скажет Денег нет Поэтому должен быть Некий инвестор Или должна быть Какая-то компания Которая строит Реализует Потом все это Работает Компания с репутацией С репутацией Вот чтобы построить Современный полигон Деньги должны быть Космические По нашим нынешним пониманиям Если мы хотим Чтобы он работал По современным технологиям Современными химикатами Переработкой современной Улавливателями Там вот этих газов Который Это если мусоросжигательный завод Это очень большие деньги И тут вот предложение Как раз Надежда возможно И правильная Если сейчас А сейчас федеральная Эта программа запускается Просто она буксует Потому что никто не понимает С какого края К ней подойти То есть вот здесь Наверное Какие-то экономические рычаги В этом смысле на ближайшие Три-пять лет Для того чтобы Массово возникли Такие современные Производства По мусоропереработке Должны быть использованы Почему нет Я хочу сказать Что вот эта Мусоропереработка Это однозначно Должно федеральное Правительство финансировать В Европе В Китае Они выделяются Деньги беспроцентные На строительство Таких полигонов Потому что это гигантские Все-таки они строят Не за муниципальные Средства А выделяют Беспроцентные кредиты Вопросов нет Ну дайте беспроцентные кредиты Иначе Это во-первых Длинные деньги У нас сегодня проблема Свалка Я думаю что это 25 лет А может быть даже 40 лет К сожалению Это очень длинные деньги А сегодня у нас их нет Но подождите Вот Владимир Владимирович Сейчас все упирается В следующее Мы в перерыве С Александром Викторовичем Об этом говорили Прежде чем вообще Говорить о строительстве Таких объектов Как мусоросжигательный завод Да и в эфире он сказал Надо сначала Жителей научить Сортировать мусор Отходы так Чтобы потом Этот завод мог работать Совершенно верно Потому что Если этого нет А если этого нет То как А невозможно Сначала научить сортировать А потом строить завод Они вам скажут Люди звонили сюда И говорили Почему мы сейчас Должны сортировать Если нет этих объектов А что мы на выходе Получим мусоросжигательного завода Одновременно должно Все происходить Да Систему нужно Вводить одновременно Если мы строим Ведь завод строится Не за месяц Не за месяц Программы должны Вводиться одновременно И кстати говоря Людмила первая Слушательница Которая звонила И говорит Начинайте В работе с населением Начинайте со знакомого Возвратная стеклянная тара Что касается Утилизации стекла Ведь сейчас уже есть Перерабатывающие производства По утилизации стекла Правильно Есть Они уже есть И вот пожалуйста Сделайте возвратную тару За копеечку Наш народ За рубль Будет приносить За 50 копеек Будет приносить Если деньги будут давать С этого действительно Нужно начинать Есть еще одна вещь О которой не думают И которая хорошо Себя показала Проявила Например В странах Европы И опять же Александр Викторович Об этом говорит Мы говорим Даже не про утилизацию Отходов Как таковых Огромное количество Каких-то вещей У людей Ненужных им Вот оно несется Ими в мусорку Условно говоря Старые сервизы Старые кружки Остатки стройматериалов Старая мебель Краски отходы Обойди Да Остатки Мало того Что Это все лежит Засоряет экологию Потом это везется Все в одно место И там лежит Разлагается И портит И воздух И почву И все что угодно Люди Могли бы Это все передать Кому-то Кому это нужно Но нет никакой Системы Совершенно Утилизации Даже не вторсырья А вот утилизации Остатков Которые еще могут Пригодиться Этого тоже нет Это не проработка Потом эти станции Подготавливают К продаже И на этом Деньги зарабатывают Продают эти сервизы Дальше Кто-то велосипеды То что в быту То есть это европейский Опыт такой Или японский Да Я сам был свидетелем Когда был в Германии Мы на этой станции были Приезжает человек На представительском Классе черного цвета Ауди А8 Ну видно Что из офиса Привозит Открывает багажник Привозит Да Открывает багажник Привозит Ну какие отходы Могут быть в офисе Бумага Вот эти картонные А у нас бумага До сих пор Выбрасывается Пожалуйста Просто выбрасывается Из всех офисов Дальше к тому Что вот Какие-то канцелярские товары Которые можно использовать Вот привозят Второй вопрос А скажите пожалуйста Вот мне интересно Вот эта история По сбору макулатуры Которая у нас Как не проводилась Так и не проводится Почему Так тяжело На уровне региона Или города Все-таки решить Этот вопрос Масса офисов Да большинство Не утилизирует Макулатуру Я объясню Не собирает И не сдает А мне рассказывали здесь Что у нас есть Несколько точек приема Но они все По серым схемам работают Нет можно я объясню Причину Вот это в связке Находится С бумагоперерабатывающими Комбинатами У нас На макулатуре Работала Мургинская фабрика Я знаю что В Зоевском районе В Косино В Косино Да в Косино То же самое Они Не знаю Работают ли в Косино Но в Мурыгине Ведь ее закрыли Поэтому у нас До этого Собиралась макулатура И нормально Куда девать Весь вопрос переработки Фабрика Мургинская Закрылась Я правильно понимаю Что этот вопрос Этот вопрос Можно решить На уровне региона Конечно Да Вот взяли региональные власти И подумали Что мы можем С макулатуры Начать Экологическое воспитание В Германии В Австрии Специально Они даже Финансируют Чтобы появилась Такая производство Переработка Можно Вторичную бумагу Туалетную Я знаю Там еще и Целый комплекс Каких-то Картонов технических Которые Эти же например Гофрирующие слои Для гофрокартоновых коробок Это все нормально Это возможно Просто у нас этого нет И когда мы говорили Что правительство областное Должно Программу промышленности Выстраивать Это не обязательно Заниматься бизнесом А это есть Некоторые Структуры социальные Решать В том числе Социальные задачи Покрышки Переработку Только тогда Это можно Отдавать Бизнесу Сказать Ребята Работайте Мы у вас 100% Все это Переработаем С определенной Там уже И цены Определять И так далее Если мы будем Закладывать в асфальт Бумагу Мы готовы Собирать При условии Если вы Производите Бумагу Вы берете Из торсырья У вас Определенный Процент Должен быть Тоже самое С теплом Очень важно Мне было Услышать Что мы можем Сделать Все-таки На уровне Региона Я думаю Что очень много Знаете 90% Известный Фактор 90% Проблем Хозяйственных Решается Управленческим Способом Если мы Потихонечку То есть Вернуть Производство И развивать Которое Используют Вторичные Свет Вот смотри Александр Викторович Неделю назад Говорил вот о чем И мы говорили об этом Когда говорили Про покрышки О некой госзакупке О неком проценте Которой обязана Компания Участвующая В госзаказе В выполнении У нас есть асфальтовые заводы Та же самая история Извините меня Пожалуйста С туалетной бумагой Никогда ничего не возьмется С туалетной бумагой Та же самая история Потому что Не та технология Я так понимаю Потому что Мне кажется Огромное количество Социальных учреждений Больницы Образовательные учреждения Еще что-то Они туалетную бумагу Закупают Они объявляют конкурсы Тендеры На покупку Я тебе больше скажу Каждое домохозяйство Закупает Нет Домохозяйство Это другое Домохозяйство Это другое Но есть органы И организации Подчиняющиеся И за бюджетные деньги Это все делающие Тоже ведь можно обязать Правда же Ну во-первых На бумагу На туалетную Не все можно Переработать Не любую картон Не любую бумагу И все равно Это вот Знаете Переработка бумаги Это очень инвестиционно Составляющая Это очень так-то Недешевая вещь И она требует Вот кто понимает Выработку цивилозы Очень много воды Вот я считаю Восстановление Мургинской фабрики Это путь Там тем более Выпускались технические картоны Которые идеально Для И самокулатуры А вот на уровне Федерации Что касается Переработанной бумаги Можно принимать Действительно решение Что При условиях Закупа При условиях При выполнении Госсакупа Проведении конкурсов В конкурсную документацию Обязательно включены Например Условия Приоритетного Закупа Переработанной Если говоришь Продуктов Переработки Кстати буквально На прошлой неделе Гринпис Выложил список Тех фабрик И тех бумаг Туалетных Которые производятся Из переработанной Макулатуры И которые производятся Из срубленных Березок Можете зайти И посмотреть Я хочу К слушателям нашим Обратиться Все-таки У нас еще будет 20 минут Эфира в следующем часе Посвященном Той же теме Но вот сейчас Мне хотелось бы От вас Жителей Кирова Услышать Как нужно Разговаривать с нами И что нам нужно Показать Чтобы мы согласились Спокойно На строительство Полигона В Осенцах Вот ваши идеи Пожалуйста Вот завтра Будет разговор Да Зампреда Правительства По профилю По экологии Максима Кочеткова И Алла Албегова Министра экологии Они будут встречаться С жителями Которые против Строительства в полигоне Вот как нужно С вами Какие нам Вам нужно предъявить Факты Да Какие резоны Чтобы вы сказали Да Стройте Мы поняли Придумывайте 20 минут времени У вас есть В начале 12-го Будьте с вами По телефону 211-101 Рассказывать нам Ваши предложения Излагать Я напоминаю Что в гостях У нас Александр Семакин И Владимир Журавлев Мы вернемся К разговору В начале Первого Продолжение следует...